И вот он говорил, избавьтесь от этого, каким образом, это все с вами на земле происходит, а вы выйдете в состояние космоса. И если вы выйдете в состояние космоса, как это делается? Закрытыми глазами в состоянии неподвижности человек представляет, будто он лежит в космосе, спереди звезды, снизу звезды, слева звезды, справа, и это он называл состоянием трансцедентности или состоянием вне приземленности. Вот вам минимум самых простых медитаций. Нужна ли концентрация? Да нет, слушайте, нет таких людей, которые могут сказать, что я часами в медитации. Часами в медитации занимаюсь трансцедентной медитацией, я часами могу и заниматься, вешу в этом космосе. Нет, наше сознание так устроит, что оно постоянно динамично, ему что-то нужно. Это будет так, представили космос, уже нету этого космоса, там пойдет и там что купить и так далее, почухались, а точно надо же представить там и так далее. Да вот эти секунды, когда вы представляете, и есть медитация на самом деле. Знаете, мне пришло сообщение, и это сообщение, оно такое, «Белые розы» нужно купить зимой. Все, смотрите, белые розы можно купить зимой, а все остальное это шум, но сама же идея есть. Поэтому ваши вспышки, где вы представляете себя в космосе, и являются тем, что вас настроит. Ну и говорить о медитациях, они могут быть самые невероятные, самые необычные, самые продвинутые, самые какие угодно. Медитациями вообще можно назвать ваши путешествия, когда вы идете между автобусной остановкой или трамвайной, через подъезды или через какие-то парки, или через какие-то дворы к себе домой. Идете и видите, ой, красивая природа, и люди там живут, и так приятно, а как же они там живут, и вот такие, а какая же погода. Это медитация. Почему? Потому что в обычной жизни у вас в голове другое. А здесь вы идете, у вас медитация. На что? На природу. А это что дает? Ну, еще раз повторю, деревья дадут стабильность, рост, жизненный рост. А там на небо вы посмотрите, вы уже знаете, что даст. А на птичек, но прекрасное полет души, полет, наверное, творческих идей. Поэтому в эзотерике очень важно заниматься. Это очень важно. Занимайтесь, читайте коды, занимайтесь медитациями, занимайтесь чтением мантр. Продолжение следует...